В нашей стране также принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В Агентстве информации и массовых коммуникаций прошел онлайн-брифинг, посвященный анализу ситуации в целом. В Узбекистане предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По словам специалистов, ситуация находится под контролем. Поводов для паники нет. В Узбекистане общее количество заболевших 46. Согласно полученной информации от Научно-исследовательского института вирусологии, у 10 пациентов вследствие рентгенологического исследования установлен диагноз пневмония. Делается все для того, чтобы своевременно их лечить, диагностировать в целях недопущения серьезных осложнений от этой инфекции. Уважаемые соотечественники, на сегодняшний день более 18 тысяч лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных регионов, а также лиц, бывших в контакте с больными коронавирусной инфекцией, находятся в карантине. Уважаемые сограждане, необходимо отметить, сейчас на мировом сообществе более 1 миллиарда человек находятся в карантине. Нанесенный экономический ущерб в внутренний балловый продукт от коронавируса превалирует 2,4 триллиона долларов США. И мы все должны понять, что перед нами серьезное испытание. Хотя, согласно протоколу Республиканской комиссии, мы и остальные, кто выступает по коронавирусной инфекции, рекомендуют, предлагают уменьшить контакт, без надобности не выходить из домашнего очага, все равно продолжается несоблюдение этих карантинных мер. Уважаемые сограждане, не зря в Республике установлен карантин. С завтрашнего дня въезд на территорию города Ташкента пассажирских автотранспортов будет приостановлено. Это почему делается? Делается для того, чтобы уменьшить контакт, не допустить серьезного распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Узбекистан. Мы, каждый, должны полностью осознать, насколько ответственна наша позиция и наше поведение. Мы должны слушаться рекомендаций медицинских работников. Раз сказано сидеть дома, это беспричинно не говорится. Надо слушаться и придерживаться рекомендаций. Мы это говорим из-за того, что ситуация по коронавирусной инфекции очень сложная в мире и ни в коей мере не хотим, чтобы она произошла у нас. Мы должны сделать соответствующие выводы от ситуации в Италии, в Испании, Иране и Соединенных Штатов Америки. Нам самим надо будет об этом подумать, и каждый должен чувствовать, что это его и персональная ответственность. В агентстве информации и массовых коммуникаций прошел онлайн-брифинг с участием заместителя министра жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан. Он ответил на ряд вопросов, волнующих граждан в эти дни. Я бы хотел отметить отдельные важные вопросы, которые на сегодняшний день наше население задает нашему министерству. Во-первых, это вопросы по обеспечению водоснабжением населения в карантинный период. На сегодняшний день в Республике приняты все необходимые меры по обеспечению населения качественной питьевой водой. Водозаборные сооружения на сегодняшний день полностью приведены в готовность, полностью проведена профилактическая работа по санитарно-эпидемиологической ситуации. Также усилены меры по охране этих водозаборных сооружений. И кроме этого, население наше на сегодняшний день получает качественную питьевую воду. Лаборатории, которые находятся на водозаборных сооружениях, переведены на усиленный режим. И по качеству воды сейчас ведется большая работа. Я могу заверить наших жителей, что в период карантина не будут начисляться штрафные санкции и пени по просроченным платежам. Эти основные платежи касаются по холодному горячему водоснабжению, центральному отоплению и обязательным взносам за эксплуатацию и содержание на квартиру жилищного фонда. Также хочу отметить, что по просроченным платежам иски в суды будут временно приостановлены. Также я хочу особо отметить, что в период карантина много бывает вопросов по замене счетчиков, так как срок его поверки уже именно в эти месяцы подходит. Поэтому в этом вопросе необходимо отметить, что будут приняты все условия, чтобы наше население, не выходя из дома, спокойно они по существующим показателям работали этими счетчиками. Лабораторное испытание этих и поверка счетчиков будет перенесена на более поздний срок.